Здравствуйте! Вы смотрите «Итоги недели». Мы собрали наиболее значимые события прошедших дней. С вами Сергей Прус. Начнем наш выпуск с новостей, связанных с коронавирусной инфекцией. Уже в начале недели на заседании штаба по комплексному развитию региона были озвучены предложения по ограничениям от Министерства просвещения и воспитания, Министерства спорта и Министерства культуры. Об этом и не только наш следующий материал. Пока избранный губернатор Рульяновской области Алексей Русских вместе с другими министрами покоряет Эльбрус, штаб по комплексному развитию региона проводит вице-губернатор Игорь Эдель. И сразу на повестке дня дела коронавирусные. За последние сутки в регионе зафиксировано 312 новых случаев заражения. Всего по количеству заболевших сегодня область занимает 17 место по России. Основная доля зараженных на этой неделе приходится не на областной центр, как это было ранее, а на районы. Наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована, напомню, областной показатель 25,3. В Маньском районе показатель заболеваемости на данный день составляет 176,8. Почти в 7 раз превышает областной показатель. Также крайне высокая регистрация заболеваемости идет в Базарно-Сызганском районе. Неблагополучная обстановка по-прежнему в Сурском и Корсузском районах. По информации Роспотребнадзора больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет. За последнюю неделю все меньше ковид фиксировали у детей, зато участили случаи болезни среди подростков от 15 до 17 лет. Роспотребнадзор выступил с предложением ограничить массовые спортивные мероприятия с участием школьников. Под запрет предлагают внести также проведение местных, областных, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований. За исключением состязания профессиональных команд. Такие спортсмены на 98 процентов вакцинированы и постоянно сдают ПЦР-тесты. Поклонники ФК и ХК Волга тоже могут спать спокойно. Футбольные и хоккейные матчи пройдут по плану, но присутствие болельщиков под вопросом. Пропускать болельщиков только лишь при наличии QR-кода от COVID-19, то есть имеем право, либо запрещаем полностью. То есть мы тоже это выносим на штаб, рассматриваем. Без дистанционки остаются школы, по крайней мере пока не в массовом порядке. Со слов министра просвещения, ситуация заболеваемости в учреждениях образования под контролем. Все благодаря строгим мерам. Сейчас на карантин по ОРВИ закрыта 71 группа в детских садах, 46 закрыты из-за ковида. А в школах на дистанционном обучении находится 135 классов из-за сезона простуды, 201 класс на удаленке по причине ковида. А вот дополнительное образование Семенова рекомендовала перевести в онлайн формат. В Минздраве, в свою очередь, предлагают приостановить плановые госпитализации в стационары и диспансеризацию. Однако полностью проработать или принять новые антиковидные меры договорились в следующий понедельник. После на штабе перешли к теплым вопросам. 20 сентября в регионе начался отопительный сезон. Сегодня на 100% теплом обеспечены все соцучреждения. На 93% отапливается жилой фонд. В Ульяновске 38 многоквартирных домов еще не отапливаются. Из них 19 подали заявки на пуск тепла сегодня и три дома на 1 октября. Еще 10 домов областного центра находятся на ремонте, из-за чего сделать теплым батареей пока невозможно. Есть пробелы с отоплением и в Инзе. У нас там на вводе в квартал были порывы на сетях. Пятая котельная была временно остановлена для переврезки новых трубопроводов на квартал. Мы протащили туда воздушкой новые сети, запустили. На контроле у профильного министерства пока остаются и ФАПы Меликесского района, и три дома в Новоульяновске. Там после пуска тепла потекли батареи. На прошлой неделе Алексей Русских также просил уделить внимание Завожскому району. Жители снова начали жаловаться на едкий химический запах. Контроль ужесточили с помощью установки дополнительного пункта наблюдения за воздухом в районе торгового центра на улице Созидателей. За последние три дня загрязнение атмосферного воздуха специалисты не обнаружили. Зато нарушения выявили выездные рейды в Завожском районе. Выявлено три источника на территории гаражных корпоративов. Один источник составлен протокол по статье 8.1 нарушение экологической войны. По двум пока не установлены выявились. То собственникам сейчас проводится работа по установлению собственности для обречения к административной ответственности. На штабе также дали старт тематической недели нацпроекта «Демография». Запланирован ряд мероприятий. В основном это встречи с семьями для обсуждения существующих мер поддержки. Сегодня в регионе соцподдержку получают порядка 45 тысяч семей с детьми. Продолжим коронавирусную тему. Вслед за областным правительством необходимость перевода ульяновских школьников на дистанционный формат обучения из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе обсудили и городские власти. В начале недели региональное Министерство просвещения и воспитания вынесло вердикт. Школу закрывать пока не требуется. В общей сложности болеет низкий процент детей и скоро плановые каникулы. Алина Тихонова с подробностями. К занятиям в новом учебном году школьники приступили в очном формате. Однако COVID-19 продолжает носить свои коррективы в учебный процесс. В 79-й гимназии Залужского района, например, из 40 классов три отправили на карантин. COVID-19 диагностировали в 3-м А, 7-м Г и 11-м А. Ребята продолжают изучать материал в дистанционном формате. В 2020 году работали в дистанционной форме. Мы используем множество электронных образовательных ресурсов, множество электронных платформ. Сейчас традиционно мы работаем в зуме. Гимназия будет готова и сейчас готова в техническом плане, хотя, конечно, очень не хотелось бы переходить на дистанционный режим обучения. Все-таки основной режим, мы считаем, должен быть очным. Общение с учителем не заменит никакая образовательная среда. Если ребенок в классе заболевает коронавирусом, то по согласованию с Министерством и Роспотребнадзором этот класс выводится на удаленку. Если говорить об ОРВИ, то по требованиям Роспотребнадзора, если более 20% детей в классе заболели ОРВИ или гриппом, то отдельно по классу принимается решение о переводе на дистант. На данный момент школа учится в традиционном формате, но с соблюдением всех мер безопасности. Во всех учреждениях образования производится разделение потоков на входе. За каждым классом закреплен отдельный кабинет. По графику проводится дезинфекция. На входе термометрии и обработка рук. В каждом классе работают рециркуляторы воздуха. По мнению городских властей, переводить образовательные учреждения полностью на дистанционное обучение пока не требуется. Об этом сообщила глава ведомства Наталья Семенова. В настоящий момент болеет около 0,3% детей. Специалисты отмечают, что процент заболевших среди детей значительно ниже, чем среди остальных групп населения. А вот дополнительное образование Семенова рекомендовала перевести в онлайн формат. На сегодняшний день более 86 тысяч детей региона посещают кружки и секции. Ровно половина от этой цифры, от этого количества детей получает дополнительное образование в школах и детских садах. Соответственно, на сегодняшний день рассматривается вопрос о переводе дополнительного образования в формат с использованием дистанционных технологий, за исключением тех детей, которые получают дополнительное образование в школе. Поскольку ребенок в школу пришел, первая половина дня учебная, а вторая половина дня здесь же, в этой же школе, дополнительное образование. С 11 по 18 октября школьники уйдут на каникулы. Представители управления образования полагают, что этот перерыв позволит снизить темпы заболеваемости. Сейчас на карантин по ОРВИ закрыта 71 группа в детских садах, 46 закрыты из-за ковида. В школах на дистанционном обучении находится 135 классов из-за сезонной простуды. 201 класс на удаленке по причине ковида. В случае ухудшения эпид-обстановки регион готов полностью перейти на дистант, однако стоит четко оценивать необходимость применения данной меры. Мы по нацпроекту закупили в каждую школу компьютерную технику. Все учителя прошли обучение для работы в дистанционном формате. У нас есть центр дистанционного образования, который работает на базе инженерного лица в Заволжском в районе нашего города. Поэтому ресурсно мы готовы. Но я очень верю, что этому не потребовалось. Алина Тихонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ. Берегите себя. И еще о коронавирусе. В четверг прошла пресс-конференция Министерства здравоохранения, где были озвучены ключевые проблемы и предпринятые действия по их устранению. К слову, каждый день фиксируется новый рекорд по заболеваемости ковид-19. По мнению специалистов Минздрава, ситуация не изменится в лучшую сторону, пока не появится так называемый коллективный иммунитет. Подробности у Александры Никитиной. Топ вопросов от населения последнюю неделю возглавляет блок медицины. Нехватка специалистов, очереди в поликлиниках. Количество заболевших коронавирусной инфекцией растет. В сутки фиксируется больше 300 случаев. Это почти вдвое больше показателей августа. Министерство здравоохранения не берется давать прогнозы. Однако в одном уверена точно, ситуация не изменится, пока уровень вакцинации в регионе не достигнет 80%. Очень высокий процент бессимптомных форм течения заболевания. Вчера это было 7%. То есть люди просто обследуются. Легкое течение заболевания 75%. И далее идет 10%. Это средние тяжи заболеваний. И тяжелые, к сожалению, тоже имеются. При нынешней динамике вакцинации выработать коллективный иммунитет невозможно. Это отметил глава ведомства Александр Гошков. По статистике в зоне риска находятся те, кто регулярно контактирует с большим потоком людей. И если медработники и педагоги идут на прививку охотно, то продавцы значительно реже. Кроме того, важно самостоятельно поддерживать иммунитет, следовать рекомендациям врачей, не переохлаждаться и не перегружать организм. Самая главная задача, понимаете, это не ограничение, это не попытка там учинить кого-то. Самая главная задача сейчас – спасти жизнь, спасти жизнь, спасти здоровье. Потому как, не дай бог, кому-либо оба корид-19, но люди, которые переболели, с которыми мы говорили, они отмечают, что это как крайне тяжелое исполевание. Буквально там 10 минут назад мне просто прислали фотографии с красной зоны, что происходит и существует на уровне наших пациентов. Людей волнует и наличие бесплатных медикаментов, которые способны побороть вирус. Много жалоб на то, что дождаться свою пачку таблеток просто невозможно. Проблемы с поставкой действительно были, однако сейчас ситуация положительно изменилась. Из регионального бюджета области были выделены средства в размере 40 миллионов рублей для закупки лекарственных препаратов, лечения новой коронавирусной инфекции пациентов на дому. Вчера у нас поступил первый лекарственный препарат «Умифенавир» – противовирусное лекарственное средство в количестве 20 720 упаковок на сумму более 9 миллионов рублей. Далее по распоряжению Министерства здравоохранения все препараты будут распределены в поликлиники и больницы Ульяновской области. Александра Никитина и Даниил Сурков, Уллправда ТВ. К другим темам последние шокирующие события в Перми заставляют вновь и вновь задумываться над вопросом, а все ли сделано для защиты детей. Есть ли какие-то психические показатели в поведении молодых людей и подростков, на которые важно обращать внимание. И куда обращаться, если заметил что-то странное и потенциально опасное. Ответы на эти непростые, но жизненно важные вопросы искала наша съемочная группа. Чем больше внимания к жизни детей и молодежи, тем меньше риск появления криминального и агрессивного поведения. Простая формула, которая может спасти жизнь. Заранее определить психологический портрет юного потенциального убийцы сложно. Но существуют определенные признаки, которые в совокупности сигнализируют о проблеме. Например, неустойчивая самооценка, повышенный уровень тревожности, депрессивные тенденции, подавленность, ранимости и обидчивости, как следствие конфликта в школе и семье. Это сложный период, когда и трудно бывает и самим детям, и взрослым. Всем трудно бывает. Перед ребенком, в принципе, стоит очень сложная задача. Осознать себя, понять себя, сформировать представление о себе, отделиться от родителей. Бояться обращаться за помощью не стоит, потому что время упускаете и затягиваете. А поговорить обязательно надо. Изменения в поведении и мировоззрении могут заметить либо близкие родственники, либо специалисты и педагоги, которые близко общаются с ребятами. Эксперты уверены, сделать жизнь ребенка комфортной и безопасной возможно. Родительская ответственность в этом вопросе на первом месте. Нужно комплексно. Я считаю, что это нужно обсуждать и дома родители с детьми. Родитель должен объяснить, научить, показать на личном примере, как правильно вести себя в той или иной ситуации. Выстроить с ребенком доверительное общение, чтобы в нужный момент заметить опасность и предотвратить беду. Но не стоит забывать и про воспитание в учебных заведениях. В первую очередь, классный руководитель должен взаимодействовать с ребятами и их родителями. Учителю нужно улавливать микроклимат в классе, знать каждого ребенка и с семьей тесно с ними общаться. Оказать помощь и выявить проблему у ребят с этими задачами должен справляться и педагог-психолог, который также должен находиться во взаимодействии с педагогами и молодежью. Хоть и бытует мнение, что школьный психолог, он как бы член педсостава, и дети не очень-то доверяют, это неправда. Бывают такие моменты, когда ребенку надо пойти и с кем-то поговорить. А лучше это не просто с кем-то, а с профессионалом. В план работы педагогов-психологов включены диагностические мероприятия, индивидуальные консультации с обучающимися нашего лицея. И в психолого-педагогических классах есть спецкурс «Психологическая грамотность». В высших и средних учебных заведениях также должна присутствовать психологическая поддержка студентов. Но, как показывает практика, сейчас ее недостаточно. Специалисты работают далеко не при каждом учебном заведении. Несмотря на высокий адаптационный потенциал молодых людей, зачастую им не хватает опыта для решения проблем, с которыми они не могут обратиться к родителям или преподавателям. Вот именно училище, среднеспециальное образование, высшее учебное. А кто сказал, что юношеский период намного проще, чем подростковый? Никто не сказал. Обязательно психологи, специалисты нужны. Возникнет проблема, человек, подросток, ребенок, молодой человек, юноша должны знать, что есть куда обратиться. И это не платный центр, это стандартная нормальная процедура. Сходил, поговорил. Важную роль в современном мире играет информационная безопасность. Большую часть времени дети проводят в социальных сетях. Кратать время за компьютером любят многие. Делить полезную информацию от бесполезной и даже вредоносной. Ребенок в силу возраста самостоятельно не всегда способен. Наша задача педагогов – научить детей правильно пользоваться в сети интернет. Во-первых, этот доступ должен быть безопасным. Нужно уметь знать и контролировать, как работать и как пользоваться сегодня интернет-ресурсом. Если у ребенка или родителя возникли трудности и справиться самим с проблемой не получается, записаться на бесплатный консультативный прием в первую детскую поликлинику к психологу можно по телефону 32 15 92. Алина Тихонова, Герман Баранов, Юрий Ломатов, Уллправды ТВ. И еще об образовании. В Ульяновске прошло областное родительское собрание с участием представителей педагогического сообщества и родительских комитетов. Обсуждались волнующие родители вопросы, среди которых организация бесплатного питания, процесс обучения в период пандемии, отдельно остановились на теме безопасности. Безопасность детей – не только забота родителей, но и учебного заведения, где учится ребенок. Глава региона Алексей Русских подписал распоряжение о повышении уровня безопасности во всех образовательных организациях. Каждое учебное заведение до 1 октября должно разработать и утвердить комплексный план мероприятий по повышению уровня безопасности. Мы понимаем, что есть школы, где не всегда полностью все реализовано. Но руководством области, Министерством просвещения и воспитания и образовательным организациям прикладываются все усилия для того, чтобы привести все школы в необходимый уровень соответствия. Городской 101-й лицей имени Латышева – один из новейших в Ульяновске. Здесь применяются современные меры безопасности. Например, в лицее есть система распознавания лиц. Попасть на территорию можно по специальной пропускной карточке только ученикам и педагогам. Для родителей предусмотрен одноразовый магнитный пропуск. Все уголки территории просматриваются с камер видеонаблюдения. Оборудованы тревожные кнопки. Если понадобится, вызвать экстренные службы можно одним нажатием. На каждом этаже имеется отдельная кнопка тревожного вызова, если что-то происходит с ребенком и если ему нужна помощь. Все кабинеты полностью под сигнализацией, поэтому уверена, что наши дети надежно защищены. Обеспечение безопасности ребят – работа комплексная. Большая ответственность за жизни детей лежит на плечах родителей и педагогов. Именно от взрослых зависит, как ребенок будет вести себя в той или иной ситуации. Родитель должен объяснить, научить, показать на личном примере, как правильно вести себя в той или иной ситуации, выстроить с ребенком доверительное общение. Нужно комплексно. Я считаю, что это нужно обсуждать у дома родители с детьми. Кроме того, у нас очень хорошо проходят уроки ОБЖ в школе. То есть, учителя непосредственно детям рассказывают о этих ситуациях, как нужно себя вести в данной ситуации. Потому что реакция всех детей бывает разная. Даже, например, и учителя, они все реагируют правильно. В этом году на обеспечение безопасности в школах области направили более 60 миллионов рублей. В бюджет следующего года планируют заложить 50 миллионов рублей на закупку металлодетекторов и турникетов. Алина Тихонова, Герман Баранов, Уллправды ТВ. О благоустройстве в Чердоклинский район проведут чистую питьевую воду. Программа модернизации систем водоснабжения затрагивает как райцентр Чердоклы, так и поселки Октябрьский и Мирный. Слово Валентине Никоновой. Жители Чердоклинского района давно жаловались на качество питьевой воды. Совсем скоро эта проблема должна решиться. Благодаря реализации национального проекта «Чистая вода», федерального проекта «Жилье и городская среда». Уже к 2024 году более 97% населения Ульяновской области будут обеспечены чистой, качественной питьевой водой. Сумма финансовых средств на реализацию регионального проекта более 400 миллионов рублей. 388 из федерального бюджета. Сегодня активными темпами ведется строительство водовода от Архангельского водозабора с берегов Волги до Чердоклинского района. В прошлом году был завершен первый этап строительства объекта. В этом году выполняются работы по строительству самого водовода. Для нас проект очень важен для того, чтобы качество питьевой воды повысить для жителей Чердоклинского района, которые страдают от примесей, от ржавчины в воде. Населенные пункты Чердоклинского района, поселки Октябрьский, Мирный и Чердоклы, сегодня получают воду из артезианской скважины, но без специальной подготовки. В связи с этим было решено построить новый водовод. Администрации Чердоклинского района заключен контракт. А строительство водовода на первом этапе – это скважины. На втором – непосредственно водовод от станции водоподготовки городского водоканала в поселок Октябрьский Чердоклинского района. На третьем этапе строительства ветка будет проложена в районный центр Чердоклы. Водовод строится почти полностью на федеральные средства. Он обеспечит потребности не только жителей, но и всех промышленных предприятий – Мирного, Октябрьского и Чердоклов. Сейчас подрядчики проводят сложный этап работы, с которым эффективно справляются. Участок длиной 323 метра проходит под железной дорогой, под теплотрассой и под высоковольтной линией. Это действительно очень сложно и с точки технической, и с технологической. Тут нужно подобрать и соответствующие ингредиенты бентонита, полимеров различных. Подрядчики обеспечены всем необходимым оборудованием и персоналом для того, чтобы завершить работы раньше срока. Благодаря авансовому финансированию работ, жители Октябрьского будут обеспечены качественной и чистой водой уже в июле 2022 года. В 2024 году чистую воду проведут в районный поселок Чердоклы. В результате около 20 тысяч жителей трех населенных пунктов будут обеспечены качественной питьевой водой. Валентина Никонова, Герман Баранов, Уллправда.ТВ Общественно полезное дело за бюджетные деньги. На реализацию идей местных жителей были выделены средства из муниципального бюджета. Что из этого вышло, расскажет Алина Тихонова. Народный бюджет – это возможность для каждого жителя поучаствовать в распределении средств городской казны, заручиться поддержкой местных жителей и защитить проект в администрации. Сложностей нет, главное – желание. Всего в этом году было подготовлено 49 заявок. По итогам голосования наибольшее количество баллов набрало 20 проектов, на которые и было выделено финансирование в размере 32 миллионов рублей. Сейчас объем финансирования наращивается, и люди привыкают к тому, что этот конкурс есть. Многие из года в год подают заявки. Такие проекты предусматривают соучастие жителей. Где-то трудовое, где-то финансовое, где-то 3%, где-то 5%, где-то 7%. И в зависимости от того, как подана заявка и на что люди согласились, так и выстраиваются победители. Изменить место к лучшему, где живешь и отдыхаешь, смогли жители дворов на Камышинской 8 и 12. Они создали центр притяжения. Это мини-футбольное поле с искусственным покрытием и площадка с резиновым покрытием для игры в баскетбол и волейбол. Совсем скоро здесь планируют начать проводить бесплатные занятия с детьми. Будет работать тренер от местного ТОСа. Данная идея возникла не случайно. Раньше на месте спортивного объекта был пустырь. Жители беспокоились, что на его месте может появиться либо очередной жилой дом, либо магазин. Поэтому и было принято решение установить две современные детские площадки. Автором идеи стал Дмитрий Провольнов. Получили вот это удовольствие. Сегодняшний день, правда, не до конца еще законченный. Но в перспективе, что это будет очень хорошо работать для наших детей. Так как дом у нас, ну, по крайней мере, я про свой дом могу сказать, что он обновляется. В формате появляются молодые семьи, появляются дети, чему мы очень рады. И, соответствующим образом, появилось место, где они смогут, по крайней мере, с учетом, если техники какой-то безопасности, безопасно, не травмоопасно, здесь проводить какое-то время. Реализовать проект благодаря народному бюджету смогли и жители Кендяковки. На территории площади Дома культуры Кендяковка была установлена сцена. 692 тысячи рублей выделили для демонтажа старой и установки новой сцены с крышей и электроснабжением. Получил поддержку и проект «Двор мечты», согласно которому обустроили территорию двора возле дома 12А на проезде Полбина. Там заасфальтировали придомовую территорию, привели в порядок пешеходные дорожки, увеличили размеры заездных карманов. В 2022 году также стартует областной конкурс проектов поддержки местных инициатив. Сейчас идет сбор заявок. На данный момент от Ульяновска подано 35 обращений, в их числе благоустройство тротуара от Самарской до Хошемины, асфальтирование беговой дорожки на стадионе школы 70. Сейчас дорога в этих местах находится в плачевном состоянии. Лужа, особенно там, лужа очень большая, она разливается, когда стекстаивает, разливается, наверное, на весь тротуар. Он от гаражей и до дорожки. Дети там прям по колено ходили. В случае победы уже в следующем году будут выделены средства на реализацию этой и других идей победителей. Заявки на участие в областном конкурсе от муниципальных образований Ульяновской области будут приниматься вплоть до 16 ноября. Алина Тихонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ. Наш следующий сюжет из села Крестово-Городище. В окрестностях населенного пункта на берегу Волги обнаружились две затопленные баржи. Передаю слово нашему корреспонденту Виктории Черковой. На ее лице печать времени в виде ракушек, водорослей и моллюсков. И это не декорация к фильму про пиратов, а настоящая затонувшая много лет назад баржа. Вы сейчас можете ее не увидеть, но она на самом деле есть. Она спрятана под волжским песком. С высоты человеческого роста видны только предполагаемые элементы корпуса. Но во время съемки на квадрокоптер все прояснилось. С высоты стало отчетливо видно очертание судна. Наша съемочная группа снимала этот материал в дождливую и ветреную погоду. В окошке видоискателя мы заметили лишь один почивший корабль. Каково было удивление, когда мы нашли еще одну баржу, отсмотрев исходники. Сюда одинаковой формы. Один деревянный, а другой металлический. Находки обнаружила местная дачница Ольга во время прогулки. У нас дача рядом с селом Крестово-Городище. А муж вообще местный, он вырос в этих местах и закончил Крестово-Городище в связи с школой. Вот по его рассказам, мы пряжем по тысячам, когда назывался баржей. Они так говорили, идем купаться на баржу. Но само деревянное судно я раньше не видела. Вода так далеко уходит клетка. Знаешь, что под водой есть остатки железной баржи, которая раньше служила пассажирской крестинью. Ее даже было видно раньше над водой. Но примерно лет 20 назад ее начали распиливать. И теперь распилили все, что на поверхности. По словам краеведов, подобные артефакты для Поволжи не редкость. Дно реки буквально усыпано затонувшими судами разных времен. От древности и до наших дней. Например, в наших краях с 10 по 13 века проходили корабли с товаром из других городов и зарубежья. Их часто грабили, а затем топили пираты в Олжской Булгарии. На 20 век тоже пришлось много крушений. В 1918 году на воде шло противостояние Белогвардейской и Красногвардейской флотилий. А в 60-е годы был случай, когда пострадали не только люди, но и животные. В результате шторма баржу и еще какое-то судно колотило волной большой о дамбу, где сейчас у нас нижняя терраса, вот об эту защитную дамбу. Я помню очень такую тяжелую аварию, когда по Волге везли баржу, наполненную поросятами живыми. И вот в районе нашего пляжа она разломилась, и бедные поросятки поплыли, многие утонули. Вероятнее всего, баржи-двойняшки датируются одним десятилетиям. Поднять их со дна и разобрать смогут частные или государственные компании, но только при одном условии – если владельцы затонувших судов не будут установлены. Виктория Черкова, Данил Сурков, Юрий Ломатов. Улправда ТВ. К другим новостям. В Ульяновской области завершился международный молодежный лагерь «Брикс». Напомним, он проходил почти весь сентябрь, и за это время наш регион посетили около 200 делегатов из разных стран. Как проходил последний день лагеря, узнаете в нашем материале. Они хотят изменить жизнь к лучшему, делать добро и помогать людям. Эти цели объединяют молодых людей из разных стран. Уже опытные волонтеры, а также те, кто только хочет постичь азы добровольчества, собрались в экопарке «Русский берег». Встреча волонтеров стала третьей и заключительной сменой международного лагеря стран «Брикс». Молодые лидеры из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР общались, делились опытом и презентовали свои проекты. Если мы хотим создавать новые точки роста, мы хотим, чтобы люди создавали новые проекты, чтобы какие-то у нас возникали новые точки вот этой международной коммуникации, то надо встречаться лично. Понятно, что это сложно, что все очень далеко, что огромная Россия, и лететь к нам далеко из Бразилии или из Южной Африки, из Китая, из Индии, страны «Брикс» далеко от нас находятся, что поделать. Но все-таки тем ценнее, понимаете, тем ценнее, что кто-то приехал. Один из итоговых проектов, который предложили волонтеры – создать волонтерский корпус, который будет работать на мероприятиях стран «Брикс». Но все же, помимо совместной работы, подобный международный лагерь – это прежде всего преодоление языкового и культурного барьеров. Для меня мотивация – это прокачать свои навыки. Допустим, я учу английский язык, и мне актуально общаться с людьми и практиковать. Потому что, как мы знаем, не нужно учить язык, чтобы идти в школу, нужно просто найти человека, разговаривать с ним, который его знает. К примеру, это моя была мотивация, как раз таки, быть волонтером на международных мероприятиях. Кроме волонтеров, свои смены в лагере провели молодые предприниматели, которые работали над совместными бизнес-проектами, и дизайнеры, которые создавали образ будущего города «Брикс». Молодежный лагерь «Брикс» прошел на самом высоком уровне. Это связано с тем, что молодые участники смогли, во-первых, подружиться между собой. Мы 100% уверены, что они сохраняют свою дружбу, их дружба перевоплотится в реализацию совместных реальных проектов. Кстати, город «Брикс» стал одним из главных результатов месячной работы. Участники заложили камень нового умного города-парка и открыли верстовой столб. Также молодые лидеры приняли решение в следующем году провести конкурс «Топ-100 молодых предпринимателей стран «Брикс». А встречаться талантливые ребята планируют ежегодно. Анна Тищенко, Улправда ТВ И еще о мероприятиях. В Ульяновске стартовал традиционный форум юристов. Вот уже в десятый раз ЮрВолга собирает молодых адвокатов, прокуроров, работников силовых структур и студентов, юридических факультетов из разных регионов страны. Какие наиболее важные правовые вопросы обсудили молодые специалисты, расскажет наш корреспондент. ЮрВолга в этом году отмечает 10-летний юбилей. Из-за пандемии форум проводят в формате конгресса. Большая часть участников наблюдает за процессом обсуждений из дома. Но организаторы надеются, что совсем скоро они снова перейдут полностью на живое общение. В этом году мероприятие прошло в два дня. На торжественное открытие приехал избранный губернатор области. Из рук главы региона награду получили лауреаты Всероссийской юридической премии имени Ивана Дмитриева. Из года в год на этой площадке обсуждаются наиболее актуальные вопросы современной юрисповеденции, решения которых максимально полезны для развития нашей страны. Например, именно здесь родилась идея проведения юридического диктанта. Площадка ЮрВолги – это сплав молодости и опыта. Для будущих защитников права и справедливости – это возможность встретиться с опытными профессионалами, задать им свои вопросы. Шанс обменяться опытом с другими и получить определенные навыки. Увидеть, как теория юриспруденции работает на практике. Это сплав молодости и опыта. Мы стараемся приглашать как и студентов, молодых специалистов и более зрелых, уже высокопрофессиональных юристов, которые уже принимают участие не в качестве участников, а уже в качестве спикеров и почетных гостей, которые как раз-таки делятся полезным опытом, делятся становлением своей карьеры, чтобы впоследствии молодые юристы уже на примере их могли достигать уже больших успехов. Потому что, на мой взгляд, именно за молодым поколением будущее, так как они привносят всегда что-то новое, в том числе и в такую науку, как юриспруденция. Основными темами юбилейного конгресса стало оказание качественной бесплатной юридической помощи населению и цифровая трансформация юридической профессии. Благодаря работе региональной ассоциации юристов России в прошлом году в Ульяновской области бесплатную правовую квалифицированную помощь получили свыше 43 тысяч человек. Пандемийный год показал, что онлайн-юридические консультации пользуются большим спросом. Запросы на оказание помощи в интернете растут. В прошлом году все это начало переходить в цифровой режим, потому что в прошлом году большую часть года были в принципе запрещены какие-то очные встречи. И мы поняли, что действительно такие консультации онлайн через специальную платформу, где человек может написать свое обращение, ему отвечают. Либо последствием телефонной горячей линии, они пользуются большим спросом. Я думаю, в обозримом будущем полностью отказываться от очного режима мы не будем, потому что, повторюсь, да, есть категория населения, которым все-таки нужно прийти и лично побеседовать. На второй день юридического конгресса для участников ЮРВолги подготовили плодотворную программу в селе Архангельское. Там будущие юристы смогли принять участие в интерактивных площадках и дискуссиях, обсудить проблемы, обменяться опытом и идеями. После чего молодые специалисты с новыми знаниями отправятся в свои регионы. Алина Тихонова, Герман Баранов, Оллправды ТВ. Продолжим тему визита в Ульяновскую область гостей из других регионов. Ульяновские работники туриндустрии рассказали о популярности нашего города у путешественников. К слову, самым насыщенным днем туристического сезона 2021 года стало 1 августа. В этот день в область приехало более 60 тысяч гостей. О туристической отрасли наш следующий материал. В Ульяновске проходит неделя туризма. В ее программу входят мастер-классы, обучающие курсы и дни открытых дверей для работников туриндустрии. Также отельеры, директора музеев и других досуговых предприятий разрабатывают новые проекты для жителей и гостей Ульяновской области. Это работа со студентами, работа с волонтерами, экскурсионная программа для жителей и гостей нашего региона, обучающие мероприятия. То есть большой комплекс мероприятий, который будет проходить не только в городе Ульяновске, но еще во всех муниципальных образованиях. В тематической программе поучаствовал и глава региона. Алексей Русских посетил музей пожарной охраны. Он вместе с научными сотрудниками обошел живописные залы и отправился на торжественную часть. Уже в музее метеорологии собрались лучшие представители туристической отрасли. На ближайшие несколько лет планы развития уже определены. Настало время наградить присутствующих. Их грамоты и благодарственные письма получили передовики индустрии. Без внимания не остался и яркий ульяновский проект – выставочный павильон «Ретро-мототехника». Он работает в усадьбе семьи Ульяновых. В нем собраны мотоциклы разных мастей. Они составили компанию роскошной правительственной чайки советских времен. Руководитель Ленинского мемориала благодарит всех единомышленников, которые помогают обустраивать творческое пространство. Это, конечно, байкерские клубы, прежде всего, потому что, в общем-то, ребята очень трепетно относятся к нам, к нашей коллекции, всегда дают хорошие советы. И мне радостно, что на нашей территории, на нашей площадке современной территории усадьбы семьи Ульяновых открываются байкерские сезоны. Церемония награждения приурочена к Всемирному дню туризма. Все программы, которые воплощаются в Ульяновской области, входят в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Виктория Черкова, Юрий Ломатов, Уллправда ТВ. Кто-то приезжает в Ульяновск, а кто-то уезжает, чтобы затем вернуться. Десантники Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения вернулись со стратегических учений «Запад-2021», которые проходили в Нижегородской области. В воинский эшелон с десантниками гвардейского десантно-штурмового соединения прибыл на железнодорожную станцию разгрузки «Чердаклы». На данный момент идет отгрузка военной техники. В ходе проведения учений десантники показали высокий уровень боевой подготовки, который был достигнут за счет проведения систематических занятий на полигонах в районе пункта постоянной дислокации. Напомним, совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» проходили на 14 военных полигонах двух стран, а также в акватории Балтийского моря. Принимали участие военнослужащие Западного военного округа, воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Ульяновские десантники в Нижегородской области представили в действии новое легкое специальное транспортное средство огневой поддержки «Сармат-2». Автомобиль может преодолевать горные перевалы и транспортироваться по воздуху вертолетами армейской авиации. «Легкое специальное транспортное средство «Сармат-2» предназначено для монтажа различного вооружения и перевозки личного состава в количестве четырех человек, автомобиль капотной компоновки с колесной формулой 4х4 с межколесным и межосевым дифференциалом». Всего на учениях только на полигоне Мулина в Нижегородской области было задействовано 1700 военнослужащих из Ульяновска, 40 единиц боевых машин десанта четвертого поколения «БМД-4М», более 10 единиц специальных транспортных средств «Сармат-2» и более 100 вертолетов армейской авиации. Анна Тищенко, Улправда ТВ. Об экономике, ежегодное увеличение производительности труда, выход на новый уровень и рост конкурентоспособности – это больше не мечты ульяновских предприятий, а вполне осуществимые задачи. Достаточно лишь избавиться от лишних трат и направить рабочую силу в нужное русло. Эксперты из Федерального центра компетенции помогают коллективам ульяновских заводов освоить передовые практики бережливого производства. Слово Александре Никитиной. На этих кадрах процесс сборки карданного вала. Именно он передает обороты с коробки передач на колеса, после чего автомобиль начинает двигаться. А родом такая деталь с ульяновского завода «Автокомпонент». Над ее созданием могут одновременно трудиться до 150 человек. В месяц с конвейера сходит приблизительно 15 тысяч таких запчастей. И это не предел. Уже к 2024 году производительность труда планируется увеличить на 15%. Эксперты из Федерального центра компетенции уверены, задача выполнима. Достаточно лишь избавиться от сторонних трат и оптимизировать ресурсы. Наша задача научить сотрудников находить потери, расширить их, обучить их новыми знаниями, которые они сейчас на самом деле не владеют. Это последними передовыми технологиями, последними знаниями именно инструментов бережливого производства. Под бережливым производством у нас подразумевается поиск потерь на предприятии. И повышение производительности труда – это сокращение времени протекания процессов. Сейчас коллектив завода на финальной стадии обучения. Эксперты помогли разобраться, как грамотно распределить рабочую силу. И по максимуму использовать человеческий потенциал. Впереди самое интересное – применить знания на практике. Уверенности придает и опыт коллег. Уже сегодня к нацпроекту «Производительность труда», благодаря которому и происходит обучение, присоединились 13 региональных предприятий. Участие в этом проекте некоторым многим компаниям из участвующих позволило увеличить эффективность работы, производительность труда предприятия без глобальных каких-то инвестиций, без существенных вложений на достаточно серьезные цифры, увеличить производительность, соответственно, эффективность работы предприятия. Программа рассчитана на 6 месяцев. Сейчас на заводе автокомпонент спрос превышает предложение. После обучения руководство планирует ежегодно повышать производительность труда на 5%, тем самым вывести предприятие на новый уровень. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ. А теперь об экономике продовольственной. Хлеб, овощи, молоко. Алексей Русских выбрал в магазине продукты ульяновских фермеров. Позже глава региона вместе с представителями Минсельхоза посетил распределительный центр торговой сети, где обсудил вопросы поддержания продовольственной безопасности в области. Алина Тихонова продолжит. В социальных сетях вновь начали вести разговоры о повышении цен на продукты питания. В частности, это касается сахара, муки и продуктов из твердых сортов пшеницы. Министерство агропромышленного комплекса заверили, цена на сахар не превысит 46 рублей за килограмм. Сейчас завершается сбор сахарной свеклы. Никаких опасений нет. Ульяновский сахарный завод выдерживает все обязательства по сдерживанию цены, заверил Михаил Семенкин. Он также опроверг слухи о маленьком урожае пшеницы и отметил, что стоимость борщевого набора в регионе сохраняется в пределах нормы. По борщевому набору, в частности, картофель, капуста, лук. Мы занимаем от минимальной цены в Приволжском федеральном округе это второе и третье место. Это достаточно неплохо. Также мы отмечаем, что говядина и свинина. Цена также у нас в пределах. Мы занимаем тоже от минимальной цены второе и третье место. Молочные продукции. Тут цены достаточно средние. Мы занимаем где-то пятое и шестое место. И хлебоболочные изделия. Также мы видим достаточно большой ассортимент. Наши, безусловно, производители занимают лидирующие позиции на полках магазина. Несмотря на большой выбор местной фермерской продукции, в этом году произошли сложности с поставками овощей борщевого набора. Дефицит связали с сезонностью. Сейчас овощи присутствуют на прилавках в полном комплекте. Цена продукта зависит от поставщика плюс наценка от магазина, которая не должна превышать требования постановления правительства. Алексей Русских лично ознакомился с работой региональной торговой продуктовой сети «Гулливер». Для покупок был выбран магазин в микрорайоне Юго-Западный. По ценам я очень приятно удивлен. В Москве, наверное, я за эти два пакетика заплатил бы раза в три, а то и в четыре побольше. Цены приятно удивляют. Ну и, в принципе, формат магазина, я считаю, ничем не уступает самым лучшим сетям России. Я считаю, что местные жители очень довольны. Губернатор обошел всю торговую площадку, выбрав для себя и семьи исключительно товары местных производителей. Яйца, молочку, овощи. Стоит отметить, что сейчас активно идет реализация местных продуктов на территории региона. Мы с удовольствием бы работали и работаем с местными производителями, но есть ряд ограничительных условий. То есть они не всегда готовы полностью снабжать ассортиментом, нас поставлять. У них не всегда есть штрих-коды. Мы готовы, мы открыты, мы организовываем периодически закупочные сессии, где могут местные поставщики с нами пообщаться. Так, в отделах молочной, плодовощной и мясной продукции магазина сейчас около 30% это местные фермерские товары. Алина Тихонова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ. И еще о продовольствии. В Ульяновской области продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок. На прошлых выходных рынок с натуральными и качественными товарами развернули в Засвияжском районе. Что предпочитают покупать ульяновцы в первую очередь, узнала наша съемочная группа. Соскучились по ярмаркам. Местные товаропроизводители спешат на ярмарочную торговлю, как на праздник. Хорошее место для реализации своей продукции, которая уже успела полюбиться покупателям. У многих есть и постоянные клиенты. Уже 20 лет стажа у меня ярмарочного. Нам очень нравятся ярмарки, проведения. Это очень большой подспорь для сельских жителей, для как мы выращиваем, нам реализовать. Это очень большое мероприятие, очень хорошее. Мы привозим качественную продукцию сюда, на ярмарку. И поэтому у нас уже свой контингент. Люди, которые нас знают, они идут смело, покупают у нас продукцию. Очень качественная, хорошая продукция. В торговле велась 200 машин. За качеством продукции постоянно следили специалисты Центра ветеринарии и безопасности продовольствия. Плюс ко всему, рынок разделили на секторы. Специально определили ряды для торговли мясом, рыбой и молочкой. Из традиционных товаров – куриные яйца, овощи, молоко. Из необычных – забрус, клюква, сушеные травы и вяленые томаты. Фермеры радовали горожан новым урожаем меда, яблоками, солеными и маринованными овощами. Для дачников в изобилии были представлены саженцы и семена. Очень довольны я. Приобрела утренчики, приобрели мед, приобрели яблоки. А по ценам? По ценам доступно. Также на площадке оборудовали социальный городок. Жители могли проконсультироваться по личным вопросам у работников соцзащиты, пенсионного фонда, центра занятости и даже депутатов Гордумы. У нас здесь оборудован мобильный пункт центра занятости, где все желающие посетители сегодняшней ярмарки могут ознакомиться с вакансиями, которые предоставили работодателю нашего региона, подобрать какие-то интересующие себя возможности. Пенсионерам и людям с ограниченными возможностями с доставкой продуктов помогали волонтеры. В целом фермеры наторговали на 10,5 миллионов рублей. Анна Тищенко, Уллправда ТВ. К другим новостям. Про нее так называется новый проект для мам с особенными детьми. В Ульяновской области он реализуется при поддержке Общероссийского народного фронта. Подробности расскажет наш корреспондент Максим Писарев. Воспитать ребенка правильно очень сложно. Еще труднее, когда у ребенка проблемы со здоровьем. Анна Мищенко – мама особенного ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Героине признается, быть на одной волне собственной дочкой было трудно. Еще сложнее не потерять себя. От полного уныния и депрессии ее спасли другие мамочки. Анна попала в проект про нее, который стартовал при поддержке Общероссийского народного фронта. Это особое ощущение, когда ты забываешь обо всем, когда ты забываешь о том, что у тебя какие-то есть сложности, о том, что ты мама. Ты просто человек, который объединяется в одну большую семью с такими же мамами, с такими же проблемами, с детками. Все это очень способствует тому, что мама успокаивается и становится более уравновешенной, более счастливой. Проект существует чуть больше полугода, но к нему уже присоединилось 620 родителей детей с разными патологиями. Здесь, в кругу самых сильных женщин, нет месту отчаянию и переживаниям. Женщины занимаются йогой, выезжают на мастер-классы, концерты, выставки. С ними работают психологи. Самое главное то, что мы делаем, это мы объединяем особенных мам. Потому что от того, как мама будет в ресурсе, насколько она будет образована, насколько она выйдет собственной из своего панциря, также в том числе зависит развитие ее особенного ребенка. Одним из самых популярных среди мам мастер-классов проекта стала нейрографика. По мнению психологов, познать себя через рисунок помогает человеку понять, какая самая важная проблема беспокоит внутри. Коучер международного уровня Марина Волкова уверена, проблемы могут быть разные. Но решение может прийти в разум человека в момент рисования. Вообще мозг не изучен на 100%. Функционирует мозг всего лишь на 7-10. И, соответственно, когда мы работаем с глубинным подсознанием, это те 90, которые нельзя объяснить. Но когда мы смотрим на рисунок, то есть то, что может получиться в рамках данного мероприятия, мы можем понять, как можно выйти из этой ситуации. Этот ответ может прийти во время того, как человек рисует. Принять участие в проекте про неё может любая мама особенного ребёнка. Достаточно обратиться к координатору проекта Наталье Михайловой через социальные сети. Максим Писарев, Сергей Кудаков, Улправда ТВ. 27 сентября в Ульяновской области поздравляли воспитателей. Именно в этот день, более 150 лет назад, в Санкт-Петербурге был открыт первый детский сад. Как сегодня проходит воспитание и образование детей в детских учреждениях Ульяновска, рассказал наш корреспондент. Быть воспитателем – это значит быть терпеливым и дарить свою любовь и внимание не одному ребёнку, а сразу десяткам малышей. Лариса Куликова работает в дошкольном образовании уже 30 лет. Профессиональный путь начала в качестве воспитателя. Сейчас стоит у руля Большого детского сада номер 142. Лариса признаётся, из года в год не перестаёт удивляться вопросам, которые интересуют детей. Почему растёт трава и солнце светит? Почему собака лает, а кошка мяукает? Воспитатель должен просто и понятно объяснить детям простые истины. У детей можно научиться всему, но нужно уметь самое главное – любить детей. Вот методикой можно овладеть, можно овладеть любой наукой. А вот умением любить, наверное, овладеть нельзя, с этим нужно родиться. Поэтому, пожалуй, в дошкольном детстве именно такие люди и работают. А вот Ксения Аршанина работает воспитателем 8 лет. Закончила педагогический колледж, затем получила высшее образование. По словам Ксении, важно правильно воспитывать каждого ребёнка и дать знания, необходимые для начальной школы. Должно быть и воспитание, и образование. Дети должны в школу идти всё-таки подготовленными. И в этом и заключается наша роль, чтобы дать ей знания и, естественно, воспитание. Закрепить какие-то навыки, чтобы в школу пошли детки уже уменьшими, старательными. Детский сад номер 142 посещают сотни детишек из Дальнего Засвияжья. Новый корпус сада рассчитан на 240 ребят и работает в строящемся микрорайоне Юго-Западной. В учреждении есть спортивные залы, комната, эмоциональные разгрузки, музей космонавтики. По словам заведующей, вместе с новым зданием учреждение получило и новую программу развития детей. Одно из направлений – это знакомство детей с архитектурой и ландшафтным дизайном. Мы выбрали это направление не случайно, потому что вот наш детский сад, этот корпус расположен в новом микрорайоне, строящемся. Здесь всё только появляется, только зарождается. И здесь живут наши дети. И мы просто уверены, что из этих талантливых детей вырастут будущие архитекторы, будущие художники, будущие строители. Остаётся надеяться, что строительство новых детских садов и их оснащение продолжится. А достойные условия работы привлекут новых специалистов в эту важную профессию. Максим Писарев, Герман Баранов, Хулправда ТВ. И ещё один сюжет о цветах жизни. В Ульяновске определили победителей конкурса среди дошколят маленькие учёные. Всего 65 участников выставили свои эксперименты на суд жюри. Какой из них признан лучшим, узнавал наш корреспондент. Однажды мы с папой шли мимо стройки, и я заметил работающий эскаватор. Мне папа сказал, это гидравлический эскаватор. И мне стало интересно, по какому принципу он работает. А дальше пару недель кропотливого труда, картон, изолента, клеевой пистолет. И вот Семён смог не только разобраться, но и собрать свою собственную модель. В её основе механизм с гидропроводом. А привести эксперимент в действие помог закон Паскаля. Мы взяли два шприца, маленький и большой, и трубку от медицинской системы. Заполнили их водой и соединили их между собой. Надавливая на большой шприц, мы передаем давление по изогнутой трубке. Трубка может быть изогнута любым способом. Главное, чтобы она не была переломлена. Гидравлика так завлекла Семёну, что он и спроектировал гидравлический лабиринт. Принцип похожий. Мастерство юного физика оценила и жюри, присвоив ему первое место. Это первая победа мальчика. Ему всего семь. Впереди школьные годы, состязания нового масштаба. И пусть время на то, чтобы определиться с профессией, ещё есть. Выбор уже сделан в пользу инженера-строителя. Для нас не безразлично, чем занят досуг ребят, какого уровня качества образования в средней школе и в среднем профессиональном образовательном учреждении. Поэтому мы активны в работе с категориями молодых, начиная от дошкольного возраста. Маленький учёный проходит уже четвёртый раз. И в этом году смог выйти на региональный уровень, объединив 65 детей от 6 до 7 лет. Такие конкурсы помогают ребятам понять, с какой сферой лучше связать своё будущее. И уже с детского сада начинается непрерывная работа над развитием личности. Александра Никитина, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ. Пели всем двором. В Ульяновске подвели итоги творческого конкурса среди территориальных общественных самоуправлений. Победители получили призы и грамоты. Талантливые люди талантливы во всём. Активисты территориальных общественных самоуправлений не только радеют за решение проблем своего двора, но и могут организовать концерт. Петь, танцевать, читать стихи для общественников не проблема. Показали своё мастерство на деле поучаствовав в конкурсе «Поём всем двором». А приурочили мероприятие к десятилетию движения ТОС в Ульяновской области. Это у нас первый такой опыт, потому что мы его проводили в рамках десятилетия нашего ТОСского движения. Были у нас спортивные мероприятия, как раз был выставка рисунков. И вот сейчас у нас непосредственно культурный такой, что мы уже ТОСы занялись культурой. А то обычно говорят, что ТОСы – это благоустройство, мы видим, что это намного больше. Свои таланты показали 14 команд из 10 муниципальных образований. В репертуаре как русские народные песни, так и современные. Например, хор «Сударушка» и «Зелёной рощи» исполнили свою любимую песню. Они победили в номинации «Взрослый ансамбль». На конкурс мы пели песню «Возле речки, возле моста». У нас село около речки. И снимали мы эту песню около речки. Это наша любимая коронная песня. Всего оценивались конкурсанты по нескольким номинациям. Сольное исполнение, взрослый и смешанный ансамбль. Победителями стали артисты из ТОСов «Наша жизнь», «Надежда», «Четвёртый микрорайон». Конкурс провели в сотрудничестве с централизованной клубной системой. Жюри также не осталось в стороне и порадовали гостей музыкальными композициями. Если скажут, что я некрасивая, не поверю я вверх и тому. Анна Тищенко, Управда ТВ Здоровый образ жизни, контрастный душ и чай с медом. С наступлением осени ульяновцы стали более внимательно относиться к своему здоровью. Что помогает избежать простуд и укрепляет иммунитет, узнавал наш корреспондент. Осень, как правило, пора простуд. С наступлением холодов наступает и череда больничных. Поэтому мы решили спросить ульяновцев, как же они поддерживают здоровый дух. Витаминами, медикаментами или же по старинке – чаем с медом и вареньем. Мед я вот так наелся, чтобы вывалить все красота на ноги. Поэтому мне сказали, мед не надо. Мед ведь надо нормой. А я утром вставал, ложку столовой, ложку и воду. И выходил на это, занимался. И так я за зиму высожрал, грубо говоря, 3,5 банки 4-х литровые. Мне говорят, ты что, Петрович? Я говорю, ну, мне нравилось, и все. Занимаюсь спортом, принимаю контрастный душ и слежу за правильным питанием. Помогает? Реже болеете? Да, действительно. Я стал очень редко болеть, хотя в детстве я очень часто каждый сезон заболевал. Свежий воздух в любую погоду, движение, ходить. Обязательно быть на свежем воздухе. А потом еще не прошло овощи, которые сохранились, помидоры. В этом году было много огурчики, лимон. Ну, что еще? В общем, активный образ жизни и настроение, самое главное, душевные радости. Пьем витамины, чай с имбирем, с лимоном. И, наверное, здоровый образ жизни и прогулки. Да, стараемся с детьми, гуляем почаще. Входное время года, ну, как оно началось? Как обычно всегда. Ну, чем? Может, чай с медом или витамины какие-то? Ну, чай с медом, да. А еще? Ну, фрукты. Вот такие дела. В завершении выпуска напоминаем нашим зрителям, что в предстоящий понедельник, 4 октября, в Ульяновске состоится инаугурация избранного губернатора Алексея Русских. Церемония пройдет во Дворце культуры Губернаторский. Телеканал Уллправда ТВ готовит прямую трансляцию этого события. Прямой эфир смотрите на сайте уллправда.ру в понедельник, 4 октября в 13.00. И это все новости, о чем я хотел рассказать вам за прошедшую неделю. Смотрите ежедневные итоги дня по будням 18.30, 20.30 и 23.00, а результаты семидневки опять подведем в конце недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин